Книгу 100 лет тому, вперед, я прочел в детстве, в 70-х годах, и должен сказать, я тогда всеобщих восторгов не разделил. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, всеобщих восторгов тогда еще и не было. Они начались куда позже, в 1985 году, когда эта книга была экранизирована в сериале «Гости и будущее». Тогда же эта книга была известна, скажем так, только юным любителям научной фантастики. Почему не разделят восторгов? Попробую объяснить. Мне очень понравилась первая честь книги, в которой Коля Наумов, простой советский школьник 70-х, вдруг попал в мир прекрасного дарилка. Первая книга об Алисе, девочка с земли, как я уже говорил, буквально перевернула всю мою жизнь. Булычеву удалось так здорово и так убедительно показать счастливое будущее нашей планеты, что ребенку было невозможно в это не поверить. А девочку с земли я прочел в очень раннем школьном возрасте, классе третьим. Я был буквально покорен этим миром. До того я любил исторические книги. Особенно мне нравились книги об античности. Особенно о древней Греции и древней книги. А вот древний Рим мне не нравился. Также мне очень нравились вестерны. Вестерны – это, кстати, особый разговор. В 70-е годы практически все мальчишки были буквально влюблены в фильмы и в книги про индейцев. Но Алиса заставила здесь меня пересмотреть свои приоритеты. И на первое место среди любимых мною книг вышла научная фантастика. И она остается таковым жанром для меня и по сей день, уже больше сорока лет спустя. И поэтому сто лет тому вперед меня разочаровало прежде всего тем, что в нем так мало места, уделено описанию прекрасного далека. Ведь как ни крути, но главная часть книги – это приключения Алисы в нашем времени. Впрочем, вернее, уже будет сказать в 70-х годах 20-го века. Когда я читал «Девочку с земли», события этой книги были отодвинуты от нашего времени на сто лет. Но на момент прочтения мною книги уже она меньше, только ощутимо меньше. И у десятилетнего мальчика была надежда дожить или почти дожить до этого удивительного времени и самому своими глазами увидеть все чудеса. Когда же я читал сто лет тому вперед, мне уже было лет 13, а дети взрослеют быстро. И в этом возрасте у меня уже преобладало другое чувство, однажды здорово сформулированное. Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. И поэтому вдвойне было обидно за то, что на мир прекрасного далека даже не дают посмотреть, как следует. А подсовывает вместо него такую известную, такую привычную и очень оставляющую желать лучшего, наших реальных 70-х. Кроме того, наверное, я все же была из зависти к Алисе. От того, что она в нашем времени такой фунтеркинд, и от ее ответов на уроках, от того, что она вытворяет на физкультуре, все впадают в ступор. Кстати, в фильме пропущено очень много более чем впечатляющих таких моментов. От того, что она знает 14 языков, и ей их не пришлось даже учить, а ей их просто ввели в сознание. Для меня в те годы английский язык, уроки по английскому языку в школе были настоящей пыткой. Но и от того, что она облетела всю галактику и испытала столько захватывающих приключений. Конечно, я понимал, что она в этом не виновата. Она просто родилась в другое время. Но чувства-то все равно остаются чувствами. Не знаю, разделял и тогда кто-то мои чувства из сверстников. Впрочем, Коля на ум, главный герой сто лет тому вперед, их разделял. И это не скрывало. После выхода сериала вся страна буквально влюбилась в Алису. Но мне тогда, в 1985 году, посмотреть его не удалось. Я учился тогда в военном училище, а там телевизор был великой, услышали. И посмотрел я его куда позже. По-моему, уже в году, в 90-м. Когда стране уже стало далеко не до Алиса. Не знаю, хорошо это или плохо, но так получилось. Равно как и не знаю, какую роль образ Алиста еще сыграет в истории нашего мира. Не больше и не меньше. Но думаю, его потенциал не исчерпан. И он еще принесет сюрприз. Пользуясь словами Михаила Булгакова. Если понравился ролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Подписывайтесь на канал.